День с толком Ректор ушел. Да здравствует ректор. Чем запомнилась солдановская эпоха в медицинском вузе? У нас очень выраженная была, бросалась всем в глаза и в период комиссии социальная напряженность в вузе. Тысячи гостей со всей страны, как в регионе, встретили алтайскую зимовку. Я сегодня такой заряд получила, заряд энергии. У нас закончилась дача, и мы что делать пенсионерам? И мы отдыхаем, радуемся жизни. Демидов парк. Жилой комплекс, который ввели в эксплуатацию год назад, продолжает пустовать. Жильцы либо не начинают делать ремонт, либо не заезжают уже в полностью отделанную квартиру из-за холода. Многие по-прежнему вынуждены скитаться по съемным квартирам. Об этом нашему каналу рассказал Александр Новгородов, один из счастливых обладателей перспективного в кавычках жилья. Температура в жилых помещениях не поднимается выше плюс 10 градусов примерно. Где-то больше, где-то меньше. В основном страдают нижние этажи. Была комиссия и предварительные выводы, о которых мы знаем, это ошибки в проектировании системы отопления и отсутствие местами утеплителя. Вопрос, как такой дом вообще ввели в эксплуатацию, на каком основании люди ответственны за это, за все подписали бумаги. И кто теперь, из-за чей счет, будет устранять эти проблемы. Сейчас мои коллеги замеряют температуру в квартирах Демидов парка. О своих ощущениях и о том, что планируют предпринимать жильцы злополучной многоэтажки, расскажем завтра. Кстати, проживая в ледяных квартирах, легко можно пополнить ряд больных, которых в регионе и так немало. В Алтайском крае за неделю зарегистрировали более 16 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это на 5% выше, чем в аналогичный период прошлого года. 75% заболевших – дети до 14 лет. При этом только три детских сада в регионе закрылись на карантин. Случаев заболевания гриппом пока не зафиксировано. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что говорить об эпидемиологическом подъеме рано, так как пока порог заболевания превышен на 9, а не на 20%. В целом специалисты считают, что ситуация на контроле. Во многом благодаря прививочной кампании. Этой осенью привили почти половину населения края. На сегодняшний день практически все учреждения в Алтайском крае вакцину израсходовали. Мы получили миллион почти 80 тысяч доз, и столько же почти людей привили. И на сегодняшний день выполнение плана прививок у нас составило практически на 90%. Сегодня в Минздраве затронули историю с 4-летней девочкой, которая накануне скончалась. Ребенок попал в больницу Боровихи с диагнозом ОРВИ. Спасти малыша не удалось. Позже появились версии, что ребенок заболел менингитом. Об этом могла говорить сыпь на теле. Диагноз менингококковой инфекции без наличия геморрагической сыпи поставить никто не может. Какого бы ты уровня класса специалиста не был. Данный ребенок был у доктора, когда сыпи не было. А сыпь появилась, видимо, у этого ребенка гораздо позже. То есть непосредственно дома и, соответственно, уже когда ребенок был госпитализирован. В данной ситуации такая прошла, можно сказать, молниеносная форма, которая за считанные часы унесла ребенка. Добавим, что Следственный комитет края начал проверку по факту гибели 4-летней девочки. Правоохранителям предстоит выяснить, была ли допущена врачебная ошибка. Переходим к другой теме. На сайте Алтайского медуниверситета озвободилась должность, которую долгие годы занимал бывший ректор вуза Игорь Салдан. Место заведующего кафедры гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности стало вакантным благодаря самому Игорю Петровичу. Он оставил и его, уходя с ректорского поста. Да, пояснила исполняющая обязанности университета Ирина Шереметьева. Что теряет вуз с уходом Салдана и как Шереметьево входит в новую должность, мы поговорили с руководителем университета. Мне кажется, он уже давно как бы нигде ничем не занимался, уже последние 5 лет будучи. У меня просто дело в том, что нет информации вообще, на кафедре делал ли он что-то. Я просто знаю хорошо, что вот доцент, она везде была, она везде представляла кафедру, тащила эту кафедру и так далее. А что там его участие, я думаю, было не до этого. У нас была должность проректор по воспитательной и социальной работе. Эту должность мы упразднили, потому что нецелесообразно. Она и была введена не так давно. Эту должность проректора мы заменили на должность проректора по международным отношениям. Самое важное, что на сегодня надо сделать, это количество перевести в качество принимаемых студентов. Что я уже чувствую, что меняется. И даже то, что отмечено было членами комиссии и представителями Минздрава, когда, скажем, вручали приказ прежнему ректору и мне о следующем назначении, в исполняющей обязанности, у нас очень выраженная была, бросалась всем в глаза, и в период комиссии социальная напряженность в УЗИ. И на сегодня, проходя по коридорам, общаясь с людьми, я уже сегодня вижу, что это напряжение уходит. Это очень важно, это очень ценно. И мы пытаемся вернуть кадры назад, которые потеряны. У нас было достаточно нашего интеллектуального, профессионального потенциала потеряно. Борис Николаевича лично приглашала попробовать назад вернуться, но, к сожалению, по соматическим проблемам он пока не может. Хотя я предлагала, у самой у меня нет возможности пока на кафедре читать лекции, заниматься с врачами, с ординаторами. Я думала, что, может быть, он в этот период поможет, но пока, к сожалению, у него нет возможности. Вячеслав Витальевич Лампатов вернется. Я уже знаю, что и в соцсетях, то есть есть те, кто провоцирует, скажем, студентов на понимание о том, что пришел новый руководитель и запретит активность студенческую. Главное, чтобы у студентов было желание вот эту активность проявлять, заниматься чем-то и так далее, спортом, творчеством, наукой. Конечно, может быть, для медицинского вуза более востребовано было бы занятие наукой больше студентам. Но, тем не менее, и творческие коллективы, все работало и будет работать, и спортивная среда будет развиваться. То есть абсолютно я не противник этого, я не могу этому противиться. Я вам уже говорила, что я сама и была в стройотрядах, и бегала на лыжах за вуз, то есть занималась спортом, всегда была активна в этом плане. Ну, поэтому это, конечно, слухи. Подробнее интервью с Ириной Шереметьевой смотрите на нашем сайте, а сейчас переходим к другой теме. На Рубцовском хлебокомбинате возобновляется работа кондитерского цеха. Напомним, летом этого года предприятие было закрыто, 200 человек остались без работы. Но ненадолго, в августе, крупное предприятие спас и реанимировал алтайский бизнесмен. Уже несколько месяцев завод живет новой жизнью при новом руководстве. Здесь продолжают печь знаменитый хлеб, по которому соскучилась вся Сибирь. Подробности у Валентины Аскеровой. Еще полгода назад вы могли подумать, что производство оживет? Нет, не надеялись. Уже сидели дома и думали, что все отработано. Уже готовы были разойтись по домам, воспитывать внуков. В июле этого года больше 200 сотрудников Рубцовского хлебокомбината получили свои трудовые, их уволили. Комбинат, которому они посвятили больше 30 лет жизни, обанкротился. Причина многомиллионной долги перед поставщиками. Спасательный круг градообразующему предприятию бросил известный бизнесмен Сергей Левичев. Сейчас порядка 90 человек. Мы сохранили коллектив в основном и смогли людей вернуть на свои родные рабочие места. Энтузиазм. Ждали, когда открытие. Пришли, все мыли, восстанавливали, чистили, все убирали. Каждый день готовились к запуску цеха, ждали, когда мы наконец-то откроемся. Ароматные булочки, батоны и хлеб прямиком из печи, вкуснее которого нет ничего. Ассортимент комбината широкий. В планах его совершенствовать и расширять. Сейчас пока на этом месте мы планируем запустить в производство наш хлеб тостовый, который уже выпускался. Этажом выше цех по производству пряника. Ассортимент богатый, мятный, овсяный, шоколадный и даже со сгущенкой малютка. Последний, кстати, пекарь готовит вручную по заявкам. Бывает, что по 150 килограмм за день. Расширять ассортимент, конечно, нам придется, потому что здесь конкуренция большая. Сами понимаете, в городе много сетевых магазинов, много различного пряника. Кстати, пока в крупные сети хлебзавод не зашел. Причина почти полугодовой простой. Завоевывать рынок приходится практически с нуля, рассказывает директор комбината. Объемы мощности предприятия таковы, что мы можем накормить всю Сибирь. Наша задача – это выйти за пределы города, конечно. Это рынок того же Барнаула, Новосибирска, ближайших регионов. Ну и родной для нас юг Алтайского края тоже мы сейчас восстанавливаем. Оборудование на заводе крайне изношено. Часть техники глубоко пенсионного возраста. Сергей Левичев собирается ее модернизировать. Кстати, он также добавил, что уже на этой неделе, помимо хлебной продукции и пряников, на прилавках магазинов вновь появятся торты и знаменитые клеры. Начнет работу кондитерский цех. Валентина Аскирова, Илья Халяпин. День с толком. Зимние забавы, угощения, Деда Мороза и заснеженные горы. На Алтае официально стартовал зимний туристический сезон. И уже второй раз далеко за городом в туристической зоне Бирюзовая Катунь. Чем удивляли организаторы на этот раз и остались ли довольны гости праздника, расскажет Илья Кочетков. Праздник в горах всегда риск. Погода здесь меняется быстро, а ветер или трескучий мороз может испортить все веселье. Зимовке 2019 повезло. Погода была теплой, организаторы предусмотрели отапливаемые шатры. Но люди с удовольствием проводили время под открытым небом. Каждый находил что-то и по деньгам, и по потребностям. Я сегодня такой заряд получила, заряд энергии. У нас закончилась дача, зимой что делать пенсионерам? И мы отдыхаем, радуемся жизни. Мы сюда приехали, вообще посмотреть на природу Алтая, во-первых, это самое, наверное, главное. А уже это второстепенно на вот эти разные, ну вообще на быт Алтая, алтайцев, которые сейчас там еду свою дают, сувениры. Это тоже же интересно. Ну и будем честны, век интернета, инстаграма, очень красивые фотографии здесь получаются. Фишкой праздника стала целая улица фудтраков. Местные производители и рестораторы кормили гостей. Алтайский сбитень, бодрящий, целебный, горячий напиток, который даст силы, бодрости и поможет не заболеть этой зимой. Народный какой-то напиток? Народный, здесь алтайские травы, наши мед, ягоды, специи, все то, что нужно для укрепления иммунитета. Насыщенно, на глинтвейн похоже. Ну, это такой сибирский глинтвейн. Такая выставка еды – это федеральный проект «Гастрономическая карта России», который впервые прошел на Алтае. Как рассказали организаторы, цель – обозначить на карте страны все многообразие местных и национальных кухонь. Алтайский край стал 22-м регионом, куда добрался этот проект. Каждого столичного жителя, если вы остановите, какие ассоциации с Алтайским краем? Все назовут мед, потому что регион очень много сделал для того, чтобы эта ассоциация стала устойчивой. А это еще и мясо марала, а это еще папоротник орляк, а это еще дикоросы, ягоды, облепиха. Рестораторы пообещали, что эта и другая экзотика скоро станет привычной всем едой, а заодно привлечет дополнительных туристов в регион. Правда, есть и те, кто считает, традиционных элементов веселья было недостаточно. Медведи, белочек, лисы, праздник зимы, зимних нету, животных, шашлыков мало. В этом году, по данным организаторов, одну только «Березовую Катунь» посетила около 5000 гостей. Цифры пока не поражают. Но развитие зимнего туризма, уверяют они, дело не одного года. Нынче, в отличие от 2018-го, удалось убедить владельцев отелей организовать больше мест для проживания. И не напрасно. Вот здесь, на «Березовой Катунь» остановиться на ночь было уже невозможно. Мы планировали остаться и для того, чтобы еще посмотреть, с чем можно было бы развлечь туристов. Какие-то, может быть, экскурсии, маршруты. Мест нет. Хотелось бы, чтобы также у 15 тысяч мест размещения Алтайского края всегда не было зимой мест. Всего в рамках зимовки прошла целая череда мероприятий. В Алтайском районе, в Заринске, на Яровом и так далее. И, конечно, одной из центральных знаковых площадок стало озеро Светлое, где в этом году снова ожидается рекордное не меньше тысячи количество зимующих лебедей. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Сегодня это все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей. Продолжение следует...